Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». 12.06. Разворот на бизнес продолжается в студиях «Москвы в Кирове» Олег Прохоренко и Оксана Катуненко. И у нас еще есть гости в студии, и будут еще новые. Обсуждаем мы сегодня хендмейт, его возрождение и народные промыслы. Я думаю, после первой части эфира, Олег, нам уже стоит разделить эти два понятия. Все-таки мы выбрали тему, потому что мы по умолчанию считаем, что хендмейт, то, что производится руками, что-то необычное, непромышленное производство сейчас в тренде. Мы выяснили, что есть спрос и на такие вещи. У нас в гостях была Стана Захарова, хозяйка мастерской женственности Захара. И выяснили, что и народные промыслы сейчас, собственно, на пике популярности, как и были всегда, есть спрос. Да, Олег, мы это выяснили. Я, причем, перед программой специально очень въедливо искал в интернете разницу между художественными промыслами и хендмейдом. И чтобы не объяснил кто-то. И только в программе удалось разграничить декоративно-прикладное искусство, хендмейд и народные художественные промыслы. Как мне кажется. Потому что с точки зрения потребителя, вот серьезно, они стоят на одном уровне. Вот все, что сделано руками, стоит на одном уровне. Потому что в конечном итоге потребитель смотрит на этот товар, на его единицу, будь то это плетеная корзинка, будь то это игрушка дымковская или шкатулка и так далее, будь то это платье. И оценивать его, исходя из всего другого предложенного на рынке, как, о да, это сделано руками, это что-то необычное, это что-то интересное. И я лично убеждена, что сейчас в общем смысле изделие хендмейд в тренде, потому что немножко устали, наверное, от так называемого ширпотреба, который массово производится, массово есть. Но после Советского Союза уж вообще мы просто хапали, я извиняюсь, все, что было не похоже на то, что делалось промышленным образом и на фабриках. Есть одно смс у нас, поступило еще в первой части, позвольте, я зачитаю, на 8909-720-101.0. Маша нам написала, многое нравится, мы ставили вопрос из народных промышленностей, многое купили бы, но на какие деньги? Вот опять же, мы закончили эфир на такой немного пессимистичной ноте о покупательской способности и, возможно, о бедности нашего общества, и в том числе духовной. Ну, естественно, все упирается в этот вопрос, на какие деньги? Ну, вот мы как раз заканчивали первую программу, первую половину о том, что беден у нас народ для того, чтобы покупать. Да, есть отклик, да, люди ходят массово на выставки, в том числе на ярмарки областные и на федеральном уровне. Но для того, чтобы купить, нужно иметь еще в кармане немалые деньги, то есть человек выбирает между едой и изделиями художественными, красивыми, которые остаются там и потом передаются из поколения в поколение. Я добавлю одно предложение, вот по выставкам, ярмаркам, что могу сказать? Просто, когда мы приезжаем, знают, что туда приезжают прямые производители, вот я думаю, что просто, как говорят, мы, говорит, подкопили денежек, знаем, что вы приедете, покупаем не в магазинах где-то, а у прямого производителя, это дешевле. Ну, естественно, скидка есть определенная. Ну, а вторую половину мы заведомо хотели посвятить маркетингу, вопросам реализации. Мы начали, естественно, уже начали об этом говорить в первой половине и так достаточно разобрали ярмарки и выставки, как вариант продвижения изделий народных художественных промыслов. Насколько актуально, насколько вот мы уже вне эфира с Светланой Захаровой говорили о том, что будет ли она открывать свой салон под длинную одежду, она сказала, что это слишком не то, что даже затратно, а слишком много с этим связано всяких разных проблем, которые придется решать. И поэтому ограничивается мастерской. И Светлана бы, извини, Олег, еще скажу, обрадовалась бы изменению, абсолютному изменению курса в нашем интернет-опросе на сайте, потому что вот изделия народных промыслов мне удобнее покупать. В интернете 60% выбрали этот вариант ответа, вот как раз в сторону, так скажем, в поддержку идеи Светланы. И у вас, Елена, тоже вы сказали, что нет своего магазина, вы реализуете товар через ярмарки и оптовых поставщиков, а не было идеи и возможности создания, ну, понятно, что лучше всего объединиться для того, чтобы вместе открывать какой-то магазин-салон, как это было сделано в Петербурге, я надеюсь, сегодня мы свяжемся. Но, прошу прощения, у нас телефонный звонок. Нет, у нас сейчас опять минутка рекламы, да, и мы вернемся. Партнер рубрики «Юридическая компания «Альянс. Право. Бизнес». Виктор Гюго утверждал, для меня не важно, на чьей стороне сила, важно то, на чьей стороне право. Юридическая компания «Альянс. Право. Бизнес». Мы на вашей стороне. 38-32-93. Так вот, не было ли идеи и, может быть, я не знаю, в Кирове существуют магазины, где можно купить вот как раз от ассоциаций вятских народных художественных промыслов, все начиная от глиняного кувшина, заканчивая корзинами и мебелью. На самом деле формат специализированного магазина, либо салона, называйте как хотите, он довольно неплох. И у нас он в Кирове развивается. У нас есть художественные салоны, есть магазины-салоны, которые специализируются на продвижении. А туда можно попасть со своим товаром? Туда можно попасть со своим товаром. Кроме того, это тоже была одна из форм поддержки областной, когда правительство передало помещение на льготных условиях Новоросского-52. Там открыли Центр современных промыслов и ремесел. Надежда Петровна стояла у истоков этой идеи. Да, я была на открытии. Она ее активно продвигала, и очень многие мастера ей сказали низкие поклоны, большое спасибо за то, что была проделана просто гигантская работа. Никто не знал, как должен выглядеть, и должен ли это быть магазин в полном смысле этого слова. Это на самом деле центр, где проходят и мастер-классы, и устраиваются персональные выставки. И вот такой формат, в принципе, жизнеспособен, он работает. Чем лучше такой магазин, чем интернет-магазин? Очень многие промыслы, они определяются тактильно. Их невозможно оценить, только зрительный, визуальный образ по одной картинке. Когда ты берешь в руки бересту, либо какой-то другой природный материал, ты отыскиваешь в нем дополнительно некие преимущества, которые делают выбор в пользу того, чтобы это дело купить. Прекрасный магазин сейчас открылся на Герцена 5, где стоят даже натуральные ткацкие станки, где можно тоже попробовать, там проходят и керамисты проводят мастер-классы. И можно посмотреть во всем многообразии, не только наши вятские промыслы, но еще и такие брендовые российские промыслы, которые тоже очень интересны. Ну, платки, например, там есть. Ну, я бы не стала там делать упор только на павлопосадских платках, там и промыслы вербилок, и, в общем, вполне... В каком-то все есть, все знаменитые бренды России. Это вполне утилитарные изделия, которые прекрасно вписываются в современный интерьер, и, в общем-то, они достаточно востребованы нашими горожанами. Хочешь сделать подарок человеку, у которого есть все, милости просим в такой магазин-салон, ты обязательно что-нибудь выберешь. А лучше всего, зная, что надо чем-то человека удивить, ручная работа – это не то, что ты сразу придумал. Лучше всего обращаться в эти магазины с заявками заранее, чтобы что-то интересное придумали, эксклюзивное, именно для этого человека. Вот сейчас в тренде разговор о развитии внутреннего туризма. Понятно, по каким причинам. Да, буквально тема сегодняшнего дня. Сокращается выезд на 30% страны, самые популярные Турции и Египет. Развивается вроде как внутренний туризм. У нас создан специальный даже центр развития внутреннего туризма. Вы видите ли перспективы свои для получения дополнительных доходов от этого тренда? В очень урезанном сегменте, потому что турист никогда не возьмет крупное изделие. Это всегда какая-то мелочь. Это просто сувенир, который легко взять и увезти с собой. Поэтому, ну это какая-то сувенирная продукция с нашей местной вятской символикой. Либо это вот наши действительно подлинные вятские промыслы, но не крупного размера. Скажем, та же матрешка, та же дымковская игрушка. Может быть, не крупное изделие, кружевное. Вот что-то вот такое, что легко взять с собой. И не очень дорого стоит средний чек туриста, как вы знаете, по России. 300 рублей даже в крупных городах, и ничего ты с этим не поделаешь. А у нас на связи сейчас Александр Турунцев, основатель компании Made by Hand in Russia. Это так объясним сразу, визуально. Сорвался у нас звонок. Повторяем, да? Ну, расскажем. Он находится в Сочи. Дело в том, что как раз это... Огромные матрешки, которых многие увидели и в Сочи, и в этом году. На Олимпиаде как раз они были запущены. Я увидела в Великорецком, например, вот буквально недавно. Это как раз к слову о том, что сувенир едет... Точнее, нельзя взять, но вот здесь вот сувениры выезжали даже, такие в большом виде. И это можно назвать хорошим примером, хорошим маркетинговым ходом, потому что вот там эти матрешки и привлекают, и, собственно, действительно что-то новое, мобильное. То есть салон такой выездной. Александр, добрый день. Добрый день. Алло. Да, здравствуйте. Александр, добрый день. Мы в эфире. У нас сейчас представители народных художественных промыслов кировских. Есть ли у вас чем их порадовать и, если можно, в паре слов буквально о вашем проекте, о вашей идее реализации сувенирной продукции и изделий народных художественных промыслов? У нас сейчас активно нас поддерживает губернатор Кировской области Никита Юрьевич Белых. Готовится проект по железным дорогам, что подразумевает свой проект, что будут выделены льготные площади, где аренда будет невысокая, а заниженная арендная ставка, где именно промысловики смогут уже адекватной ценой, небольшой наценкой именно реализовывать свои товары на вокзалах России. У вас все-таки акцент делается на том, что вы сами развиваете сеть или на франшизе? Нет, нет. Мы развиваем фабрику. Мы себя сейчас позиционируем как фабрикой. На нашем производстве работает порядка 15 человек. Мы можем выпускать в месяц на данный момент 25 конструкций. И все-таки мы себя больше позиционируем как фабрику. Вот именно изготовление такого нестандартного оборудования в виде матрешки. Что реализуется через вот такие стенды в виде матрешек? На 70% это матрешка. Это вятская матрешка или матрешка из разных регионов России? На 50% вятская матрешка и на 50% из разных регионов. 50% наверное Нижний Новгород занимает. На сайте у вас видел, что заработать можно в год 1,8 миллионов, вложив 369 тысяч рублей. Насколько это реально? Потому что может это просто декабрный ход? Это реально для курортов сайт сделан для Краснодарского края. Если дальше ниже опуститесь, там есть предложение для регионов России. По предложениям для регионов России здесь вложение порядка 700 тысяч рублей, окупаемость 4-5 месяцев. А предлагается приобрести конструкцию и стартовый пакет товара. Стартовый пакет товара включает изделия мастеров Кировской области, конкретно фабрика Налинск, конкретно кукла Оберег. У нас линейка разработана, 15 мастеров в городе Кирове работают с нашей компанией. Каждый понедельник они приносят свою продукцию, сдают ее нам. Мы придали там более европейскую упаковку, описали значения этих кукол, маленькой рекламы добавили. И 20% стартовый пакет входит продукции от города Нижний Новгород. Я так понимаю, что это ноу-хау, оно как-то зарегистрировано, как товар, как патент? Да, три дня назад мы получили патент в понедельник. Мы сейчас оформляем лицензию и авторские права. И насколько успешно на сегодняшний день идет, знают ли о вас, и сколько уже матрешек вот таких стендов в регионах России стоит? В регионах России 70, но я не скажу, что все так сладко и гладко, как говорится. Из 70 человек, которым мы продали, из них работают, может быть, 25 или 30, а у некоторых просто не получается вести бизнес, они не могут выйти на окупаемость, они не могут добиться прибыли, и мы стараемся решать эту проблему. Вы обучение какое-то проводите свое? Это сейчас самый сложный момент у нас, и мы эту проблему решаем. Спасибо. Чтобы люди не закрывались, которые купили, и они не закрывались. Потенциально наш покупатель нашего оборудования, это менеджер, руководитель какого-то отдела, возраст 25-30 лет, имеется какая-то накопленная часть, мечтал иметь свой бизнес, открываться. И многие люди думают, что привезли, поставили и начали зарабатывать. А это полноценный магазин с продавцами, с задачами решать проблемы продавцов, недостачи, товарооборот. Это не вендинг, тут надо работать. Александр, еще один вопрос, на самом деле. Вас, наверное, заваливают предложениями промысловики сами, которые хотели бы попасть на стенд к вам. Видите, есть определенные требования, вот с промысловиками есть и приходят, но товар должен быть в габаритах 10, 15, 20, 30 сантиметров, это максимальный. Всего у стенда это 10 полок, поэтому у нас есть некие расчеты, чтобы продажная стоимость полки составляла там не меньше 100 тысяч рублей. Следовательно, если хотя бы делать процент наценки от 70 до 100, то на 50 тысяч продукции должно влезть на одну полку от того или иного промысловика. А некоторые приносят вещи, либо они объемные, либо они не влазят. Высота полки 40 сантиметров, она нерегулируемая. Поэтому мы не скрываем, что есть товары, которые промысловые продаются, и мы с ними работаем. Есть в нашем городе, допустим, Оксана Мухаева, мастер, который просто, вот я ей говорю, Оксаночка, мы можем брать всю вашу продукцию, просто никуда не носить, а мы все заберем. И в предоплату, в наличные деньги, ее продукция очень хорошо идет, да. И она носит нам месяц, второй, третий, приходит и говорит, все, на следующий месяц не принесу. Я говорю, что такое, что случилось, цена не устраивает. Она говорит, все устраивает, приношу к вам в офис. Ваш менеджер принимает товар, похвалила меня и ушла. На следующий месяц, я говорит, еду на выставку. Я говорю, ну мы же покупаем. Она говорит, мне недостаточно ваших похвал, вот на выставке меня три дня хвалят. Вот она, значит, у меня месяц выпадает, потому что она всего 70 изделий в месяц делает, и она их потом несет на выставку, просто чтобы получить какую-то эстональную разрядку, там еще что-то. И тонкостей такой работы с промысловиками очень много. Смотрите, нашему предприятию всего один год, ну за год, я считаю, что мы сделали очень много, работа ведется. Мы открыты на контакт абсолютно ко всем. И некоторые обижаются, но мы ставим продукцию, если она не продается, и мы не можем ее продать. Мы в дальнейшем не готовы просто так ставить. Есть какая-то актуальность, и есть неактуальность. Спасибо, Александр. Огромное спасибо, и удачи вам. А на студии появилась еще одна гостья. Наталья Пышко, директор Центра современного искусства «Галерея прогресса». Не случайно пригласили, Наталья. Мы знаем, что сейчас регистрируется как раз вятская роспись как товарный знак. Но кроме того, мы сейчас говорим о маркетинге, продвижении изделий вятских традиционных и нетрадиционных народных промыслов. Говорили уже о вариантах ярмарок, продаж салонов, магазинов. Продаж в интернете. Продаж в интернете. У вас в галерее насколько велика, высока возможность реализации, выставок и реализации. И чувствуете ли вы повышение спроса у людей на вот такого рода ознакомление сначала, а затем покупку изделий народных промыслов? Да, конечно. Мы чувствуем, и интерес огромный у людей. Дело в том, что вятская роспись – это не только про город Киров. Это гораздо более широкий пласт древней славянской культуры, который раскрывает художница Галина Устинова в своих произведениях. Когда-то давно, более чем 10 тысяч лет назад, это не про 100-летнюю роспись идет речь, была когда-то давно северная большая страна. Ее называли Рось или Русь, кто-то ее называл. Есть такие сведения, что называли страну Вантит и жили на ней Вянтичи. Поэтому она объединяла не только Кировскую область, а гораздо-гораздо более обширный пласт. И, естественно, когда, например, мы приезжаем на какие-то ярмарки, особенно, естественно, в Москву, где очень много многонациональностей, много людей из разных стран, городов, каждый видит отклик именно в этом древнем славянском орнаменте, потому что мы все русские, и все мы родом из Древней Руси. То есть когда-то все эти образы, они нам очень близки. И когда вот мы были в этом году на ярмарке Ладья, дело в том, что мы приходили там в 10 утра, и вот только мы приходили туда, я открывала рот, и в 8 вечера только его закрывала. Потому что огромный интерес людей, невероятный просто. Этот интерес, он монетизируется потом? Где люди, там и деньги. Потому что можно спрашивать много, можно смотреть, щупать, но не покупать. Где люди, там и деньги. Люди знают свои корни. Сейчас есть интернет, есть возможность узнать, кто такие были древние славянские божества, что они несли. На самом деле, вятская роспись очень позитивна. В ней очень много света, тепла. И, конечно же, того тепла, который дает художница Галина Устинова, которая на самом деле высокодуховный человек, глубокий. Делает она это не ради денег, а ради своего творческого выражения, потому что у нее есть инсайт, у нее есть проблеск. То, что она несет, это разумное, доброе, вечное. Если это будет воспринято на вятке. Вроде бы, да, у нас город Киров, но когда-то он был вяткой. Дай бог, что он снова когда-нибудь станет вяткой. И вятская роспись будет здесь в соответствии с этим неймингом. Пока мы живем в Кирове, мои дорогие друзья. Я вдохну с сожалением, потому что я... Вообще, мы тут говорили о разнице в ремеслах, народных, художественных промыслах. И оказалось, что для этого должно быть какое-то утилитарное предназначение. То есть это должна быть не просто роспись, а роспись, которая нанесена на какие-то предметы. Вот в данном случае это что? Это шкатулки, доски, тарелки. То есть тарелка, по идее, это круговое панно, своего рода круглая картина. Круглая картина, которая полностью покрыта древней славянской символикой, которая несет в себе поклонение всем древним божествам. Это солнце, то есть это прародинец всего живого на Земле, богиня Макош. В этом нет ничего такого, что могло бы вызвать какой-то негатив. То есть в этом, наоборот, большое позитивное предназначение. То есть все эти аффирмации, визуальные образы, они несут силу, они несут свет, заряжают своих владельцев позитивной энергией. Это все-таки художественное искусство, это не промысел как такой, то есть нельзя это взять и сделать другому художнику. Все можно, дорогие мои. Пишите вятскую роспись, пишите, используйте приемы вятской росписи. Это тычки, это точечный орнамент, это двойной мазок. Каждый может начать писать вятскую роспись. Сходите в музей, где проходит вятская домовая роспись. Вдохновляйтесь, создавайте свои произведения. Галина Устинова только за, и она даже готова обучить основным приемам вятской росписи. На самом деле она крайне открытый человек и проводит мастер-классы. Уже более семи мастер-классов провели по вятской росписи, которые огромным тоже откликом приветствуются. На связи у нас, Наталья, да, переведем ваши замечательные стены. Раиса Михайловна Полякова, директор магазина салона «Вятские промыслы» в Санкт-Петербурге. Вот, собственно, сейчас мы говорим о маркетинге, поэтому, наверное, Раису Михайловну, в первую очередь мы спросим, насколько дела идут хорошо. Насколько успешен проект Раисы Михайловны стал? Напомню, в 2011 году по инициативе и вашей, да, Надежды Петровны, и департамента развития предпринимательства был создан магазин «Салон» в Санкт-Петербурге. Да, Раиса Михайловна, добрый день и привет большой из Кирова. Вот насколько успешен проект оказался? Вот за эти четыре года уже можно было понять? Да, безусловно. Ну, самое главное, что можно сегодня сказать, это то, что мы здесь закрепились. То есть мы встали на этом рынке, потому что Санкт-Петербург – это такой очень специфический город. Питерцы коренные говорят, что он либо принимает, либо не принимает. Вас приняли? Человека, структуру, в данном случае структуру, наш салон. Да, безусловно, принял. И это самое главное достижение на сегодняшний день. У нас появляются и уже сейчас есть определенные наработки, клиентская база. И в основном это 80% все-таки питерцев, поэтому он популярен. И даже на сегодняшний день уже не задают вопрос, когда звонят и называем вятские промыслы. Раньше это было так, что промыслы, какие промыслы, вятские. То есть сейчас вятские промыслы уже воспринимаются спокойно. У вас представлены изделия исключительно вятские, да, и вятских промысловиков? У нас на 90% это изделия народных художественных, предприятия народных художественных промыслов, мастеров Кировской области. Год назад, чуть больше года назад, был заключен договор Департамента предпринимательства Кировской области и Комитета по развитию предпринимательства Ленобласти. В рамках этого договора здесь выставляются мастера Ленинградской области, но их не так много. Это всего лишь где-то 10%, потому что, к сожалению, в Ленинградской области этот проект и работа по народно-художественным промыслам по этому направлению, она не сейчас на начальном, так скажем, этапе. Поэтому, естественно, мы поддерживаем связь и с Питером, с правительственной структурой, не с Ленобластью, помогаем им в какой-то степени в развитии этого направления. Но основное это, естественно, Киров. А у вас все-таки проект вы рассматриваете как коммерческий или как такой вот культурно-просветительский? А вы знаете, я не отделяла бы одно от другого. Потому что коммерческий, безусловно, потому что мы на самоокупаемости. То есть и аренда, это все ваши затраты? У нас дело в том, что поскольку салон изначально был открыт в рамках договора соотношенства между Санкт-Петербургом и Кировской областью, то изначально был подписан договор, и у нас безвозмездное пользование, мы не платим аренду. Но мы полностью содержим этот магазин, это все начиная от его содержания коммунальной, охранной и так далее, да, заработная плата продавцов, все налоговые отчисления в этом случае. То есть это достаточно большая затратная доля, и мы, естественно, занимаемся, то есть мы на самоокупаемости. Раиса Михайловна, каков тренд? Кто все-таки больше, то есть у кого вы пользуетесь товарами, вятских промысловиков пользуются большим спросом? Это коренные питерцы или это гости города? Потому что магазин в центре находится достаточно в туристском месте. Это все-таки коренные питерцы. Я уже говорила, это примерно процентов 80. Когда во время туристического сезона, вот он начался в мае, сейчас он идет уже, да, безусловно, у нас появляются гости и россиянецы. Сейчас в этом году как-то внутренний туризм склыхнулся, это направление. Ну, в том числе иностранцы. И вот второй год, буквально вчера у нас была большая группа туристов из Китая. Они вот целенаправленно шли к вам? В данном случае целенаправленно шли к нам, потому что полгода назад мы встречались, и он самостоятельно вышел на нас, представитель Китайско-Российского культурного центра из Шанхая. И вот вчера была группа такая целенаправленно шедшая к нам на авиатские промыслы. Более того, мы вчера проговаривали возможность, предложение шло с их стороны, возможность о проведении выставки авиатских промыслов осенью этого года в Шанхае. Но это, естественно, будет рассматриваться вопрос уже на правительственном уровне. Но, тем не менее, вот есть такое, наметки такого проекта. Раиса Михайловна, огромное вам спасибо. Всяческих удач, расширений. И дай бог еще появится несколько таких сайлованов, магазинов, авиатских промыслов. Спасибо. А мы уходим на небольшую рекламу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». У нас на связи юрист, начальник сектора налогового консалтинга юридической компании «Альянс права бизнес». Вопрос сегодня уже вставал и хотел его еще раз обозначить. Вот сейчас люди возвращаются к архаичным видам занятий и в том числе начинают делать что-то руками, какие-то вещи. А потом, когда у них начинает получаться это, они начинают это реализовывать, продавать. И сейчас это сделать несложно через соцсети, через интернет. Вот вопрос к Андрею Валерьевичу Костину. Добрый день, Андрей Валерьевич. Добрый день. Где та грань между производством хендмейт как бизнесом и между своего рода самозанятостью, когда ты делаешь пару экземпляров в месяц, реализуешь их чисто для удовольствия, либо даришь друзьям. Вот как себя обезопасить, нужно ли открывать обязательный ИП, если ты что-то делаешь хорошо и то, что ты делаешь, нравится людям, ты это продаешь? Ну, в этом случае что могу пояснить? Значит, одно из основных, как сказать, по понятию предпринимательской деятельности, это системное извлечение прибыли. То есть признак системности. Если человек начинает свою деятельность, но в будущем привлекает для этого какие-то ресурсы материальные, технические, рабочую силу нанимает. Это уже, конечно, у него расширяется его деятельность. То есть в этом случае нужно быть зарегистрированным, как в товарно-денежных отношениях у нас нужна регистрация в качестве предпринимателя или юридического администрации. А если я делаю открытки ручной работы и выставляю их в магазинчике? Ну вот, опять же, все зависит от объема. Нет четкой грани, конечно же. Законодательство не предъявляет четкую грань. Есть грань. Если ты занимаешься предпринимательством, ты должен быть зарегистрирован. Что является предпринимательством? Это системное получение прибыли. Если есть признак системности, ты должен быть зарегистрирован. Другое дело, что право каждого определять, чувствует он эту системность и это развитие или же нет, а контролирующие органы за этим надзирают. Спасибо большое. Все равно вопрос остался, так как здесь действительно грань тонкая. У Елены Львовны есть ответ свой. Я буквально добавлю пару слов. Значит, государство однозначно рассматривает факт получения дохода как момент, где возникает налогообложение. Это первое. Независимо, получил ты доход за открытку ручной работы, либо за что-то другое. Либо захотел авиатскую роспись. Если мы говорим о системности, то я бы добавила, скорее, это признак неоднократности. Если ты несколько раз сдал какое-то изделие, получил доход, то можно говорить о системном получении дохода. Необходимо с этого платить налоги. Мы все прекрасно понимаем, мы ходим по одним и тем же дорогам, водим детей в одни и те же садики. Хотели бы, чтобы в наших больницах здравоохранения была ситуация несколько получше. Поэтому все, кто получает доход, должны платить налоги. Соответственно, чем шире будет возможность пойти в любом отделении почтовой связи, как на Западе, купить патент и делать что-то легальное за небольшие отчисления, тем лучше. В конечном итоге мы с вами себя более комфортно будем чувствовать и меньше будет вот этой нездоровой конкуренции в области ручного труда. Вот у меня еще был вопрос в продолжении от того, что говорила Раиса Михайловна. А насколько просто или сложно попасть в этот салон-магазин «Вятские промыслы» в Санкт-Петербурге? — Изначально мы все приняли участие. На первом этапе создания этого магазина все предприятия нашего партнерства некоммерческого народно-художественного промысловия «Вятки» мы прокредитовали товар на достаточно серьезные суммы. У кого-то заработало, кто-то стал туда регулярно поставлять продукцию и получать оттуда. — То есть это товар, который большим спросом пользовался у питерцев? — Мне сложно. Я думаю, что Раиса Михайловна все-таки достаточно исчерпывающе сказала о спросе. Другое дело, что там и район, Санкт-Петербургский город очень специфический, там и район имеет значение. Потом наличие поблизости там Вятского землячества тоже имеет значение. То есть тут масса факторов. Плюс наличие большого количества коммунальных квартир еще в Санкт-Петербурге. Оно тоже... Там очень специфические изделия, на самом деле, продаются в этом магазине. — Вы говорите о тех, кто входит в ассоциацию. Если есть... — Там есть индивидуальные мастера, которые поставляли там и лопаточки, много всего на самом деле, много вятской продукции. Просто вот обычных индивидуальных мастеров в этом магазине было представлено. Какова форма взаимодействия, форма расчетов? Я думаю, что директор магазина скажет лучше, но они все имеют право. Если изделие является достаточно художественным, если количество этих изделий, да, достаточно для того, чтобы обеспечить потребности магазина в таком большом городе, то любой желающий может вполне там принять участие в этом проекте. — Вот сейчас самый последний вопрос. Вопрос, который у нас в заголовке программы. Буквально по 20 секунд. Каждому для того, чтобы ответить на него. — Да, будем подводить итоги. — Станут ли народные промыслы успешным бизнесом? Имеют ли шансы? Надежда Петровна. — Я оптимист. Имеют. — Елена Львовна. — Безусловно, но только лишь с учетом шлифовки законодательства, серьезных изменений. — Наталья. — Я думаю, что имеют. — Я тогда благодарю всех за эфир. Может быть, подведем итоги опроса? Изменился ли он? — Да, конечно. Буквально сейчас обновила все страницы. Значит, в нашей группе ВКонтакте Хакирова изделий народных промыслов. Мне удобнее покупать. Так, 40% проголосовавших считают, что они мне не нужны. То есть по-прежнему аудитория ВКонтакте. — Да, не изменилось. Но здесь мы понимаем. Здесь, наверное, не все понимают, что такое народные промыслы. Мы понимаем, почему такие результаты. 20% у двух вариантов ответа в специализированных магазинах и салонах и в интернете. А результаты опроса на сайте. Несколько другие. По-прежнему 60% проголосовавших в интернете. Им удобнее приобретать. И дальше, собственно, опять же, в специализированных магазинах и салонах. Кстати, вот на ярмарках. А, 20% мне не нужны. — Угу. Несколько разнятся у нас показатели ВКонтакте и на сайте. Спасибо всем за внимание радиослушателям, всем выступавшим. Я надеюсь, что программа имела там определенный интерес. — Для народных промыслов очень было мало времени в эфире. — Вам спасибо за поднятую тему. — Да, спасибо их у Москвы за то, что вы нас не оставили своим вниманием. — Спасибо. — Благодарю всех. Виктор Гюго утверждал. Для меня не важно, на чьей стороне сила. Важно то, на чьей стороне право. Юридическая компания «Альянс. Право. Бизнес». Мы на вашей стороне. 38 32 93